Глава девятая. Аполлеон. В долине унижения бедному христианину пришлось туго. Не успел он пройти и несколько метров, как вдруг увидел, что навстречу ему идет ангел бездны по имени Аполлеон. Завидев Аполлеона, христианина обуял сильный почти животный страх. Он не знал, бежать ли ему прочь или ожидать врага на месте, но он быстро сообразил, что спина его не прикрыта защитной броней, и если подставить ему спину, злодею не составит особого труда пронзить его тело огненными отравленными стрелами. Христианин решил вступить с ним в бой. Так они и продолжали идти навстречу друг другу. На страшилище страшно было смотреть. Вместо кожи тело Аполлеона было покрыто рыбьей чешуей, чем он особенно гордился. На спине росли огромные, как у дракона, крылья. Ноги напоминали медвежьим. Из живота вырывался огонь и дым, а пасть была, подобно львиной. Бросив на христианина уничтожающий полный гнева взгляд, ангел бездны обратился к нему. Откуда ты? И куда направляешься? Я иду из города Гибель, место всех зол, и направляюсь к Сиону. Значит, ты мой подданный, так как вся эта земля принадлежит мне и я, царь и бог этой земли. Если б я не надеялся, что ты еще можешь мне быть полезен, я бы тебя одним ударом отправил на тот свет. Я действительно родился в твоих владениях, но служба у тебя очень тяжела, и оплата настолько мизерна, что на нее не проживет ни один человек. И потому, когда я духовно возмужал, я поступил, как многие благоразумные люди. Я стал искать выхода из беды. Нет владыки, который бы добровольно согласился отдать своих подданных, грозно сказал Аполлеон. Но если ты жалуешься на свою прежнюю службу и плохую оплату, вернись со мной назад, и я обещаю отдать тебе все мое лучшее, что у меня есть. Нет, я уже поступил на службу к другому, а именно к царю царей. Я честный человек и не могу вернуться к тебе. Но нередко бывает так, что те, которые выдают себя за слуг царя, через некоторое время перестают ему служить и возвращаются ко мне. И ты поступи так же, и все еще образуется. Я поклялся ему верности. Как я могу теперь изменить ему? Ведь предательство наказуемо, и я буду казнен. Но ты точно так же поступил со мною. Однако я готов простить тебя, если ты согласишься вернуться ко мне на службу. Обещание тебе я дал еще до своего совершеннолетия. Притом я верю, что царь, у которого я теперь на службе, готов забыть и простить мне все, что я делал прежде в угоду тебе. И скажу тебе, ненавистный Аполеон, истинную правду, что я люблю свою новую службу и доволен правлением, обществом и стороной своего владыки. Ни за какие богатства в мире я не променяю его царство на твое, и потому отойдет меня, я его слуга, и буду следовать лишь за ним. Но взгляни на вещи трезвые, подумай, что тебя ждет на твоем пути. Ты ведь знаешь, что его служители, как правило, кончают плохо, потому что они непокорны мне. Сколько их умерло постыдной смертью! Ты считаешь, что твой владыка лучше меня и предпочитаешь служить ему? Он еще ни разу не покинул своего города, чтобы прийти на помощь своему слуге. А сколько раз я весь мир об этом знает, либо властью своей, либо обманом спасал верных мне от владычества его и стараний его. Помогу и тебе. Если он и несколько медлит со своей помощью, то лишь за тем, чтобы испытать любовь и веру своих подданных. А то, что ты рассказываешь о страданиях их ради имени его, то это самая великая их слава. Они не ожидают на земле избавления от зол. Они живут в ожидании славы, которую получат, когда их князь во славе придет со своими ангелами на землю. Но с тех пор, как ты поступил к нему на службу, ты уже был неверен ему. Неужели, несмотря на это, ты рассчитываешь получить от него награду? В чем же, Аполеон, был я ему неверен? В самом начале своего путешествия ты пал духом и чуть не утонул в топе уныния. Ты свернул с правильного пути, чтобы избавиться от своей ноши, вместо того, чтобы ждать, пока он сам снимет ее с тебя. Ты согрешил, уснув в пути, и потому потерял драгоценный свиток. Ты в душе уже решился повернуть назад, когда увидел львов. Рассказывая о своем путешествии и о том, что ты видел и слышал, ты просто ищешь личной славы во всех своих делах и словах. Все это сущая правда. Я в своей жизни совершил гораздо больше дурного, чем ты перечислил. Но царь, которому я служу, милосерден и готов мне все простить. Притом, все эти немощи и сомнения одолевали меня еще в твоих владениях. Там я стонал под ними, покаялся и, наконец, получил прощение от самого царя. От этих слов Аполлеон пришел в ярость и заревел, как лев. Я враг этого царя, я ненавижу его и законы его, и народ его. Я пришел сюда, чтобы погубить тебя. Берегись, Аполлеон, и отойди от меня, мужественно ответил христианин. Я иду поистине царским путем, к святости, дай мне дорогу. Но Аполлеон приблизился вплотную к христианину и грозно воскликнул. Мне страх неведом, готовься умереть, ибо я клянусь своим подземным царством, что дальше ты уже не пройдешь. Здесь оставишь ты свою душу и свою жизнь. С этими словами он метнул огненную стрелу прямо ему в грудь. Но христианин ловко прикрылся щитом и сбежал таким образом опасности. Когда он понял, что пришла минута борьбы не на жизнь, а на смерть, он сам двинулся в наступление. Град стрел выпустил Аполлеон на бедного пилигрима. Мужественно защищался христианин, пока боль и кровоточащие раны на голове, руках и ногах не заставили его отступить. Аполлеон снова силой стал наседать на него. Христианин начал терять силы, так как от полученных ран и потери крови сильно ослабел. Аполлеон, заметив его изнеможение, схватился с пилигримом в рукопашную и повалил его на землю. В этот момент христианин выпустил из рук свой меч. Из груди Аполлеона вырвался торжествующий крик. «Теперь ты мой!» С этими словами он стал душить его с такой силой, что христианин начал опасаться за свою жизнь. Но Господу было угодно оставить его в живых. Изловчившись, христианин дотянулся до рукоятки меча. «Не радуйся, ангел бездны! Я встану!» Воскликнул христианин. С этими словами он так ударил злодея мечом, что тот пошатнулся, словно получил смертельную рану. Заметив это, христианин добавил. «Мы победили именем того, кто возлюбил нас!» Совершенно опешив, Аполлеон распустил крылья и улетел прочь. После этого христианин больше с ним никогда не встречался. Невозможно даже представить себе тот дикий рев, который испускал Аполлеон во время схватки. Стоны и вздохи вылетали из груди христианина. Но когда он понял, что своим мечом нанес серьезную рану Аполлеону, он с радостной улыбкой поднял свое просветленное лицо к небу. «Я хочу поблагодарить Бога, который спас меня от страшных клыков льва и дал мне силы победить это страшилище». Вдруг с неба протянулась невидимая рука с листьями от древа жизни, которые христианин приложил к полученным ранам. Раны сразу же затянулись. Он сел на землю передохнуть, поесть хлеба и глотнуть вина. Укрепившись, он встал и пошел дальше, держа меч на всякий случай в руках. После долины унижения начиналась другая долина – долина смертной тени, которой христианину было не миновать, так как путь к небесному граду пролегал только через нее. Эта долина напоминала пустыню. Пророк Иеремия так описывает ее. «Это земля пустая и необитаемая, земля сухая, по которой никто не ходил и где не обитал человек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова